Доброго времени суток, уважаемые телезрители! В эфире программа «Про авто» на канале НВК Саха. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. А в студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Внимание! Велосипед на дороге. Какие правила дорожного движения существуют для велосипедистов? Что значит, если автомобиль числится в архиве? Правила перевозки детей в автомобиле. Повторение. Мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит руководитель творческого объединения АЯР Антон Васильев. А в начале нашего выпуска предлагаем обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 18 по 24 апреля 2022 года зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, где различные травмы получили 12 человек. В том числе пострадал один несовершеннолетний. 22 апреля в половине третьего дня на улице Ярославского совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода. Предварительно установлено, что водитель, управляя автомашиной Lexus GX 470, двигаясь по внутри дворовой территории дома номер 15 улицы Ярославского, совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая выбежала из-за стоящих автомашин. В результате ДТП девочка получила ушибы. Ей назначено амбулаторное лечение. По данному происшествию проводится в данное время административное расследование. Ну и хотелось бы именно разобрать данную ситуацию. Допустим, если у нас, получается, внутри дворовой территории автомобилист следует, да, и тут выбегает неожиданно ребенок, тут, соответственно, вина, конечно, получается непосредственно уже водителя. Но он в любом случае должен остаться на месте. Поэтому, опять же, хотелось бы объяснить, ну и предупредить водителей, да, чтобы они были внимательными, когда они заезжают во внутри дворовой территории, ну и соблюдали безопасную скорость движения, ну и который, опять же, дает возможность остановиться, если не заметят ребенка, да. Поэтому, опять же, следует родителям, опять же, поговорить со своими детьми, объяснить о том, что им следует быть более внимательными внутри дворовой территории, да, соответственно. И там они должны, опять же, если бегают, то они должны играть только на детской площадке. Спасибо. Следующее ДТП произошло в Алёкминском районе. 22 апреля около 17.00 в дежурную часть МВД России по Алёкминскому району поступило телефонное сообщение о том, что в село Кичи на частной заброшенной территории обнаружен труп мужчины. В ходе проверки информации предварительно установлено, что мужчина 1952 года рождения погиб в результате на него наезда трактора «Беларусь». которым управлял его односельчанин, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Со слов тракториста он не заметил лежачего человека. В Якутии на трассе столкнулись большегруз «Вольво» и «Тойота Лэнд Круизер Прадо». Пассажирка внедорожника получила травмы. 23 апреля около половины шестого вечера поступила информация о том, что на улице Автодорожная возле дома 32-1В водитель 96-го года рождения, управляя мотоциклом «Кавасаки», следуя по улице Автодорожной со стороны улицы Автомобилистов в сторону Чернышевского, не учел дорожные и метеорологические условия. Совершил опрокидывание с последующим столкновением с транспортным средством ПАЗ под управлением водителя 77-го года рождения, который следовал в том же направлении впереди. Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела и доставила мотоциклиста в РБ номер 2, где ему поставили диагноз ушибы грудной клетки и бедра. Назначили амбулаторное лечение. Госфотанспекция призывает водителей мототранспорта соблюдать правила дорожного движения. У нас сезон официально пока еще не открыт, но погода позволяет водителям двухколесного транспорта выезжать и, соответственно, управлять транспортными средствами. Но, как я сказал, следует не только водителям мототранспорта соблюдать правила дорожного движения, ну а также всем участникам дорожного движения. А сейчас давайте разберемся, что такое архивные транспортные средства. Что делать, если регистрация автомобиля прекращена? И какие проблемы могут ожидать в связи с этим? Транспортное средство будет иметь статус архивный тогда, когда продавец транспортного средства по истечении 10 дней прекращает свое право собственности на проданное транспортное средство. Новый владелец обязан зарегистрировать в органах госавтоинспекции в течение 10 дней с момента составления договора о купле-продаже или с момента выезда из автосалона. Зарегистрировать машину можно в любом населенном пункте Российской Федерации, вне зависимости от места регистрации физического или юридического лица. Передвижение на автомобиле, не зарегистрированном в должном порядке, допускается только в течение 10 дней. Этот срок установлен законом. За управление автомобилем, который не зарегистрирован в установленном порядке, водителю грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей. Повторное нарушение вернется для автомобилиста штрафом в 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Вместе с тем, при выявлении сотрудниками госавтоинспекции архивных транспортных средств водитель привлекается к административной ответственности за управление транспортным средством, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство. Снанложение административного штрафа в размере 500 рублей. Кроме того, госномера и свидетельства о регистрации машины изымаются, и автомобиль помещается на специализированную автостоянку. С целью недопущения данных нарушений просим заблаговременно регистрировать транспортное средство. Как только в городе Якутске устанавливается достаточно теплая погода, на улицах возрастает количество двухколесных транспортных средств. Десятки велосипедистов появляются на городских улицах и вливаются в плотный транспортный поток. Но многих автовладельцев раздражают велосипедисты, передвигающиеся по проезжей части. Разрешено ли им вообще выезжать на автомобильные магистрали, на автомобильные дороги? Какие правила и запреты на них распространяются и за что могут оштрафовать велосипедиста? На эти и другие вопросы сегодня нам ответит наш гость, активист велосипедного движения города Якутска Евгений Никифоров. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Евгений, вообще как начался этот велосипедный сезон? Надо сказать, что сезон уже давно идет. Действительно, люди начали кататься с явной весны, как только сошел снег. И в этом году есть сложности с перемещением по городу в связи с ремонтом основных улиц. В целом, все как обычно, все нормально, все довольны, солнышко радует, катаем. Отлично. Но вообще, кого можно причислить к велосипедистам? Кто считается велосипедистом? На самом деле, да, регламентируется это правилами дорожного движения. Это человек, который управляет велосипедом, приводимым в силу с помощью мускульной тяги. То есть мы не относим сюда электровелосипеды, какие-то с маленькими моторчиками велосипеды. Это чисто транспортное средство двухколесное, либо трехколесное, которое управляется педалями. Это вот основная тактовка понятия велосипедистов. А вот какие существуют животрепещущие проблемы у велосипедистов именно нашего региона? Самая основная нескончаемая проблема нашего региона – это отсутствие велодорожек. Даже мы не говорим про велосипедную инфраструктуру, где есть велопарковки, кафешки и так далее. Это просто элементарное отсутствие велодорог. В отсутствие их велосипедисты вынуждены, не вынуждены, а обязаны двигаться по правому краю проезжей части, как мы все знаем. Тоже об этом остановимся попозже, поговорим. Но качество дорог, наличие луж после дождей, наличие ям, выбоин – все это делает невозможным. Комфортное перемещение по городу на велосипеде. Сегодня самая основная проблема летом для велосипедиста – это пыль, песок, камни от проезжающих машин. И лужи, ямы – это уже зависит от состояния дорог. Здесь мы ничего поделать не можем. Но в целом в городе за последний год-два более-менее стали появляться велодорожки по окружному шоссе. Да, все верно, дорожки начали появляться. Самая основная длинная теперь по новому окружному шоссе действительно. Она, конечно, может быть не актуальна для людей, кто живет в центре, ездит на работу в центре. Но для тех районов, для той местности это просто подарок. На 203-м есть велодорожка, она сейчас должна реконструироваться. И мы все ждем, надеемся и верим, что с новым проспектом Ленина появится заявленная двухсторонняя велосипедная дорожка с каждой стороны проспекта. И она позволит соединить разные концы города. Это будет супер. Мы прямо в ожидании. Ну, я думаю, весь город ждет. Весь город ждет, красная ленточка и велопонад по дорожке вдоль проспекта. Но все-таки вот можно ли велосипедистам передвигаться по автомобильным дорогам? Если да, то при каких условиях? Да, конечно, безусловно. Не только можно, но это и указано в правилах. В первую очередь велосипедист, конечно, должен двигаться по велосипедной дорожке, так как мы решили, что пока у нас их нет. Становимся на втором варианте. Это движение по проезжей части. То есть это правая часть, правый край проезжей части. Велосипедист имеет полное право по ней двигаться, по этой правой части, так же, как полноправный участник дорожного движения. В случае, если движение по правому краю проезжей части невозможно, можно использовать обочину, либо тротуары. Опять-таки, если это не мешает пешеходам. То есть в городе Якутске 90% движения по городу осуществляется именно по дороге, по правому краю проезжей части. Это разрешено, это допустимо, это правильно. Причем более правильнее ездить именно по автодороге, чем по пешеходным дорожкам. Верно, да. Выезжая на автодорогу, велосипедист становится участником движения, соблюдая все правила дорожного движения. Он вливается в поток, и ему комфортно, комфортно водителям, если оба соблюдают правила движения. По тротуару создаются помехи для пешеходов, ведь тротуары у нас тоже достаточно узкие. Не везде они есть. Есть мамочки с колясками, роллеры, скейтеры, самокатчики, дети. Все это приводит к некомфортному передвижению велосипеда по тротуару, и все-таки удобнее двигаться по проезжей части. Это факт. А все-таки что запрещено делать велосипедистам на дороге? Есть ряд требований, ряд запретов, которые актуальны для велосипедов. В первую очередь, конечно же, это самая наша распространенная больная проблема всех. Это проезжание пешеходного перехода своим ходом. Если велосипедист двигается по тротуару, увидев впереди зебру, переход, он не спешиваясь проезжает по нему, и это просто неправильно в корне. Ребята, потратьте две секунды, потратьте несколько моментов своей жизни для того, чтобы спуститься, перевезти велосипед как пешеход и поехать дальше. Это прямо самая распространенная проблема, и она ужасно злит, бесит водителей. Если вы будете переходить зебру пешком, это вызовет только уважение со стороны и пешеходов, и водителей. Это неизменно. Второе, по частности, нарушение, это, пожалуй, поворот налево. Если мы двигаемся на велосипеде по проезжей части, повернуть налево можно только в одном случае, если это дорога двухполосная, не более двух полос, включая именно по проезжей части. То есть, чтобы повернуть налево на многополосной дороге, нам нужно будет перейти переход, как пешеходы спешатся, перейти по зебре под прямым углом и ехать дальше. И опять по правой стороне. И опять по правой стороне, да. Нельзя поворачивать на велосипеде налево, если дорога имеет многополосность. Кроме того, самими правилами даже установлены требования к световому оборудованию велосипеда. У нас должна быть впереди фара, сзади фонарь, либо катафотки соответствующие белого-красного цвета. По бокам они должны быть оранжевые. И сам велосипедист, это не указано в правилах, но крайне желательно, чтобы была яркая одежда, защитная экипировка, это шлем, перчатки. И тогда, поверьте, будет уважение на дорогах вам обеспечено. Вообще, надо сказать, что светоотражателей много не бывает. Верно, да. Лучше замотаться полностью в светоотражающую пленку, и ты будешь более заметен, и безопасность превыше всего. Ну, вот бывает так, что сел человек на велосипед, соответственно, допустим, даже нет водительских прав, и он думает, что все, там, взятки гладкие, то есть ему ничего не грозит. Все-таки какие штрафы предусмотрены для велосипедиста? Есть такой важный момент. Здесь такой интересный нюанс, что водитель велосипеда, велосипедист, он не должен иметь права. То есть водительские права для него необязательны. Не то, что необязательны, они просто не должны быть, их не существует. Поэтому нельзя оштрафовать велосипедиста напрямую за нарушение правил дорожного движения. Но здесь в дело вступает кодекс об административных правонарушениях, КОАП. Вот по нему есть две статьи, по которым велосипедиста можно оштрафовать за нарушение. Это опять-таки проезд на зебру, это создание помех пешеходам, это какие-то, допустим, проезд на красный свет. Это все тоже относится к нарушениям, так как велосипедист, как мы говорим, участник дорожного движения. На сегодня этот штраф составляет 800 рублей, и вторая статья, когда те же преступления совершены, но в нетрезвом виде. Не дай бог, не дай бог пить за рулем велосипеда, даже пиво, даже кефир и прочие напитки, содержащие алкоголь. Это нельзя, так как вы управляете транспортным средством, ребят, это должно быть все в трезвом виде. В этом случае по статье той же до 1000 рублей, по-моему 1000 рублей, да, 1500 рублей. Вот единственный вариант оштрафовать велосипедиста это по КОАП. Других вариантов на сегодня нет. Но в целом так же, как и пешеходам. В целом, да, такое же отношение, как пешеходам. Те же самые нарушения, те же самые требования, да, все верно. Ну и, Евгений, я думаю, пользуясь случаем, можно сказать пожелания велосипедистам в начале нового сезона. Да, безусловно, ребята, сезон для многих только начинается. После зимнего перерыва мы все выходим с желанием огромным кататься. Будьте внимательны предельно. Если сомневаетесь ехать по дороге или не ехать, 10 раз подумайте, прочитайте немножечко ПДД. Едьте с более опытными товарищами, будьте яркими, будьте заметными, но в то же время принимайте решение трезво, смело. Ничего не бойтесь, вы полноправные участники дорожного движения. Хорошего сезона, никаких проколов, покатаемся. Ну, а я напоминаю, что у нас в гостях был активист велосипедного движения города Якутска Евгений Никифоров. Евгений, большое спасибо. Спасибо, всего доброго. Ну, а сейчас давайте пересядем в автомобиле и напомним о правилах перевозки детей в автомобильном виде транспорта. Как сказано в ПДД Российской Федерации, несовершеннолетнего можно перевозить как в легковом транспортном средстве, так и в кабине грузовой машины. Если человеку еще не исполнилось 12 лет, его нельзя сажать на заднее сидение мотоцикла, нельзя транспортировать в кузове или в прицепе, а также категорически запрещено перевозить малолетних на руках, поскольку вес ребенка в момент столкновения увеличивается во много раз и удержать юного пассажира практически невозможно. В связи с этим для безопасности ребенка придуманы специальные удерживающие средства и различные устройства. Согласно правилам, у нас прописаны дети, разделены на две категории. Это дети от 1 до 7 лет, соответственно, в соответствии с ростом и весом должны располагаться в детском удерживающем устройстве на заднем пассажирском сидении. И также дети от 7 до 11 лет включительно также должны располагаться в детских удерживающих устройствах. Но, опять же, в соответствии с ростом и весом могут быть пристегнуты штатными ремнями безопасности на заднем пассажирском сидении. Опять же, с использованием системы ISOFIX. Ну и на переднем пассажирском сидении дети должны располагаться уже конкретно до 12 лет в детских удерживающих устройствах. В первые месяцы жизни ребенка для транспортировки детей используют автолюльку с маркировкой «0». Ребенок лежит в ней полностью горизонтально и удерживается спецремнями. Само устройство ставится боком, перпендикулярно ходу движения на заднем сидении. Перевозить ребенка можно и на переднем сидении, но при этом он должен лежать спиной по ходу движения. Дети, которые уже выше 30 килограмм, соответственно, ну и, соответственно, если у них рост более 150 сантиметров, то они могут уже сидеть на заднем пассажирском сидении с использованием штатного ремня безопасности. А на каком именно месте должно стоять детское автокресло за водителем посередине заднего сидения или за передним пассажирским сидением не регламентируется? Родителям не стоит забывать о том, что на передних пассажирских сидениях у нас имеются подушки безопасности. И в тех машинах, которые у нас имеют такие свойства для отключения данного устройства, то есть подушки безопасности, то следует опять же сперва отключить подушку безопасности спереди, ну и потом уже устанавливать детское удерживающее устройство, то есть автолюльку. Штраф за отсутствие детского кресла отличается в зависимости от того, кто совершил нарушение. Например, если его совершил родитель или родственник, он должен заплатить 3000 рублей. Если это лицо должностное, к примеру, воспитатель, учитель, таксист, то штраф составляет 25 тысяч рублей. А если это нарушение совершило лицо юридическое, к примеру, школа, таксомоторная компания, то здесь штраф составляет 100 тысяч рублей. Представляем вам новую рубрику «Полезная за минуту». В ней мы расскажем, а кому-то напомним о простых лайфхаках и советах, полезных для автолюбителей. Часть из них носит сезонный характер, а некоторые актуальны всегда. И сегодня мы поговорим о продлении водительских удостоверений, срок которых истек или истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023. Замена водительского удостоверения в связи с истечением срока действия. 12 апреля текущего года вступило в силу постановление правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года номер 636 о внесении изменений в постановление правительства от 12 марта 2022 года номер 353. Пунктом 5 установлено, что действия национальных российских водительских удостоверений, сроки действия которых истекли, истекают в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, продлеваются на 3 года. Продление указанного срока не требует дополнительных изменений водительских удостоверений. Ну а сейчас мы хотим приступить к нашей постоянной рубрике, где известные люди нашего города проверяют свои знания на тесте ПДД. По традиции наш экспресс-тест будет состоять из 10 вопросов. И сегодня участником этой рубрики будет руководитель творческого объединения АЯР Антон Васильев. Ну а разбор его ответов проведет наш постоянный эксперт, преподаватель, автошколы-фаворит Егор Никифоров. Антон, добрый день. Добрый день, Руслан. Антон, какой стаж водительский у тебя? У меня небольшой на самом деле. В этом году уже 3 года, как имею водительские права. Ну и постоянно являюсь участником дорожного движения. Так, ну что, пожелаем тебе удачи. Ты готов? Волнуешься? Ну, честно говоря, немного волнуюсь, но я считаю, что я готов. Отлично. Ну, давайте начнем. Итак, внимание, первый вопрос. Главная дорога показана. Варианты ответов. Первое, только на левом верхнем рисунке. Второе, на левом верхнем и нижнем рисунках. И третий вариант, на всех рисунках. Так, ну мой ответ будет второй, на левом верхнем и нижнем рисунках. То есть это вариант номер два. Да. Хорошо, следующий вопрос. Такой вертикальной разметкой обозначают, первое, все вертикальные элементы дорожных сооружений. Второе, только вертикальные элементы дорожных сооружений, представляющие опасность для движущихся транспортных средств. Вариант номер два. Так, вариант номер два. Хорошо, принято. Следующий вопрос. Каким транспортным средствам разрешено продолжить движение? Первое, только автобусу. Второе, легковому автомобилю и маломестному автобусу. Третье, только легковому автомобилю. Четвертое, обоим транспортным средствам движение запрещено. Ну, учитывая то, что регулировщик стоит и что он показывает, то я думаю, вариант два, легковому автомобилю и маломестному автобусу. Принято. Хорошо, следующий вопрос. По какой траектории вам разрешается выполнить поворот налево? Первый вариант, только по B. Второй, только по A. Третий, по любой из указанных. Первый вариант, только по B, потому что я буду налево уходить и мне, соответственно, нужно ту полосу занять. Итак, ответ принят. Следующий вопрос. Водитель легкового автомобиля в данной ситуации. Первое, должен уступить дорогу, поскольку он двигается по полосе разгона. Второе, имеет преимущество, поскольку он находится справа от грузового автомобиля. Третье, имеет преимущество, поскольку он двигается по полосе разгона. Ну, тут уступает тот, кто двигается по полосе разгона, поэтому первый вариант. Вариант номер один. Хорошо, двигаемся далее. Следующий вопрос. Можно ли вам обогнать трактор? Первое, нельзя. Второе, можно, если обгон будет завершен не ближе, чем за 100 метров до переезда. Третье, можно. За три года стажа я в Якутии не сталкиваюсь с таким знаком. Но, насколько я помню, вариант два должен быть. То есть, если обгон будет завершен не ближе, чем за 100 метров до переезда. Так, вариант номер два. Хорошо, принято. Следующий вопрос. При включении зеленого сигнала светофора вам следует. Первое, сразу начать движение. Второе, начать движение, убедившись в отсутствии пешеходов и транспортных средств, завершающих движение после смены сигнала светофора. Третье, начать движение, убедившись в отсутствии только пешеходов, завершающих переход проезжей части. Несмотря на то, что у нас водители любят сразу начать движение, я скажу вариант два. Итак, выбор пал на номер два. Хорошо, принято. Следующий вопрос. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Кому вы обязаны уступить дорогу? Первое, только грузовому автомобилю. Второе, только трамваю. Третье, обоим транспортным средствам. А грузовой автомобиль для меня помеха справа, дорога равнозначная, на равнозначной дороге я трамваи должен уступить. Неужели у нас якутских трамваев нет? Ну, мой ответ, обоим транспортным средствам. Вариант номер три. Итак, выбор пал на номер три. Хорошо, принято. Следующий вопрос. Кому вы должны уступить дорогу при повороте налево? Первое, только автобусу. Второе, только легковому автомобилю. Третье, никому. У меня главная дорога, я по ней еду, поэтому я никому не уступаю. Вариант номер три. Вариант номер три. И последний вопрос. Внимание. Разрешен ли вам въезд на железнодорожный переезд в данной ситуации? Первое, разрешен. Второе, разрешен, если отсутствует приближающийся поезд. Третий вариант, запрещен. Надо побывать в Нижнем Бестехе, посмотреть на эти знаки. Ну, по-моему, запрещен красный свет. Вариант номер три. Да, вариант номер три. Хорошо, ну что, Антон ответил на все десять вопросов. И сейчас самое время подвести итоги. И я передаю микрофон и это место Егору Никифорову. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас будем проверять ответы Антона. Так, на первый вопрос Антон ответил правильно. Второй ответ будет, главные дороги показаны на левом верхнем и на нижнем рисунках. Знак тупик. Перекресток будет равнозначный. Следующий вопрос Антон тоже правильно ответил. Эта вертикальная разметка рисуется на именно элементах дорог, представляющих опасность. Второй ответ. На этот вопрос Антон тоже правильно ответил. Регулировщик в этом случае разрешает во всех направлениях, и поэтому обойма разрешено. Второй ответ будет. Как сказал Антон, надо налево поворачивать с левой полосы. У нас тут одностороннее, все равно движение. Ответ Б, правильный ответ. Антон правильно ответил. Легковой должен уступить дорогу, делает перестроение, поэтому уступает. Первый ответ Антон правильно ответил. Так, обгон перед ЖД переездом 100 метров запрещен. Антон правильно ответил. Второй ответ. За 100 метров до переезда успеем, тогда можно. При включении зеленого всем надо уступить дорогу, пешеходам, транспортным средствам. Антон тоже правильно ответил. На равнозначном перекрестке трамваям уступаем. И грузовику тоже обоим уступаем. Правильный тоже ответ. Мы здесь главные. Смотрим на легковую машину, но он слева едет, поэтому ему не уступаем, никому не уступаем. Мы для него помеха справа. Мы для него помеха справа, Антон правильно ответил. И горит красный сигнал светофора. Движение запрещено. Итого Антон ответил на 10 вопросов правильно из 10. Очень хороший результат. ПДТ очень хорошо знает. Надеюсь. Спасибо, Егор. Воспользовавшись случаем, хотелось бы в столь знаменательные даты поздравить всех ухтян со столетиям нашей республики. Ну и пожелать всем удачи на дорогах. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова